Всем привет, мои дорогие! Ну что, я все-таки выбрала 15 минут времени, чтобы снять, наконец-то, обзор на Aromabox с сайта rendezvous.ru, Aromabox на бренд Amouage. Давно я думала, как же я к нему отношусь, потому что я пробовала где-то три аромата, и один из них мне понравился, остальные не понравились, и я не могла понять, вообще, это мой бренд, подходит ли он мне, нравится ли он мне. Я решила, что прекрасной будет идеей заказать на рандеву Aromabox, именно Amouage Топ, 8 ароматов. Здесь есть, кстати, и новинки. Хотя, как бы, я хотела такие вот уже прям старинные, нашумевшие ароматы протестировать, но новинки тоже, конечно же, меня порадовали тем, что вообще они здесь есть в Aromabox. Итак, я, как всегда, делюсь с вами своим личным многоразовым промокодом 10ЕСЮТИНА, который даст вам скидку 10% на сайте randewu.ru при покупке от 2,5 тысяч рублей. Этот промокод суммируется со всеми скидками и акциями на сайте, и действует он аж до 31 декабря 2023 года. То есть, можете пользоваться из месяца в месяц. Пожалуйста, многие мне пишут, что воспользовались моим промокодом. Итак, сразу скажу, бренд, по всей видимости, не мой. Вот, но это Amouage. Это потрясающий вообще аромабокс. Это вообще была крутая такая задумка купить именно аромабокс, потому что он очень презентабельно выглядит. Здесь он на магните. Вот такие ароматы мы сегодня будем с вами тестировать. И я протестировала 8 ароматов. Здесь 8 ароматов по 1,5 мл в каждом сэмпле. И я думаю, что этот аромат поедет куда-то дальше, к какой-то новой хозяйке. Его не стыдно подарить, потому что потрясающее оформление. И это Amouage. Армабокс под номером 22. Ну что ж, давайте приступим. И как ни странно, пойдем с последнего. Я буду вставлять вам картинки, как выглядит, в принципе, флакон. Честно говоря, я не очень знаю. Ну, в общем, что-то мистик, мистери, Amouage. В общем, кто знает, тот знает. Простите. Почему начинаю с него? Потому что я его на себя нанесла. Ох! То ли я что-то не понимаю, то ли мой нос не туда. И знаете, вот сейчас я сидела, готовилась к видео, я выписала все, ну, как бы, пирамиды, да, этих восьми ароматов. И я понимаю, что, в принципе, даже по пирамидам это не мои вообще ароматы. Что здесь я ощущаю? Вообще, в принципе, очень много белых цветов, как и вот такая вот основная составляющая. Это белые цветы у этих во всех ароматов. Это что-то древесно-мшисто-бело-цветочное. Это на грани с такой вот, ну, это прямо унисекс, можно сказать. Здесь нет сладости. Здесь вот, ну, не мое, абсолютно не мое. О, хринзантема. Вообще никогда не любила. Нарцисс, тебе, пожалуйста, лисфиалки. Вот это еще может меня заинтересовать. И лабдану. Дальше гвоздика. Именно цветок имеют в виду. И, наверное, да, она есть серая амбра, пачули. И завершает мох кожи и мускус. И я когда вообще выписывала эту пирамиду, я поняла, что у меня будет мшисто. Как-то вот все не мое, потому что, в принципе, мох, он пахнет как мох. Ну, и кожа в основном, да не в основном, а всегда мной считывается как такое болото, знаете. Ой, ну, вообще не мое, понимаете. Вот и похвалить-то не за что. Поэтому это прекрасная идея покупать аромабокс. Купили, протестировали, перепродали, подарили. Зато у вас есть возможность узнать бренд, прожить с ним какое-то время. Это травная, это сухая трава, это шистость. Но она не водянистая, кстати, да. Но я не вижу здесь ни женственности, ни сексуальности, простите, ни фруктовости. Вот ничего того, что я люблю и к чему я привыкла. Вот в чем дело. Давайте новинка из Шоя. Это парфюм. Я тоже этот аромат тестировала, и у меня тоже о нем такое вот впечатление, что... Нет, не тестировала, что я говорю. Видимо, не все я тестировала аромат. Ну да, я не все тестировала, потому что я, видимо, в какой-то момент поняла, что это просто бесполезно, знаете. А этот ничего. А что я так наговариваю? Это очень бело-цветочечная. Так. Это... Это медовый аромат, как будто. Гордыния в меду с пыльцой и деревяшки в базе. А этот-то мне нравится. Представляете, как взяла один, второй, третий, не мое, и вообще забросила. А оказывается... Это, по-моему, новинка. Ой, он мне нравится. Я очень люблю белые цветы, но чтобы они были такие густые. Густые, сладкие, немного медовые, чуть-чуть припыленные цветочной пыльцой. Это как раз-таки именно этот аромат. Ой, в общем, он мне нравится. Давайте зачитаем. Кстати, розовый перец в старте вообще не слышу. Розового перца. Возможно, на кожан как-то раскроется. Но это очень вкусно. Кардамон и куркума. Дальше. Жасмин, самбак, солнечные ноты, роза. И завершайте рамбро, сандал и альбанум. Но это не... Возможно, жасмин, самбак. Но тогда с чем? С чем так? С кардамоном? Или, может быть, я не понимаю, с чем так все здесь, знаете, заиграно? Что я не угадываю здесь вообще? Жасмин – это горденья. Это сладковатая медовая горденья с цветочной пыльцой. Вот это ярко, мощно, бело-цветочно, сладковато, женственно, классно. Если было бы можно, знаете, придарить кому-то, да, подарить этот арома-бокс и вытащить несколько ароматов, я бы это сделала. Но я думаю, что это будет нечестно. В общем, отмечаю как любимчик. Амуаж Блоссом Лав. Этот аромат мне нравится. Он вкусненький, он сладенький, он густой. Муж сказал, что этот аромат очень-очень стойкий и очень шлейфовый. С этого арома-бокса, по-моему, я его не распыляла, он у меня есть где-то в другом арома-боксе, потому что я подумала, что, ну, я его знаю. Да, видите? То есть, когда я кому-то подарю этот арома-бокс, вы видели, что это просто несколько пшиков. С этой стойкостью, в принципе... О, вишня! Вишня и даже немного косточки вишнёвой, и даже где-то как будто бы миндаль. Это в пудре, это сладко, это в цветах. Ах, ну, это безумно красиво. И, знаете, вот такая древесность как будто бы, ну, не папируса, вот, да, что-то такое. Ощущение чистоты, что-то новое, свежее, чистый-чистый лист бумаги белый. И вот эта вишня, то есть это не тяжёлая вишнёвая парфюмерия, да, это очень-очень вкусно. Но это, как сказать, это плотно. Это очень плотно. День рождения супруга. Год назад я была в этом аромате. Потрясающе. Очень классно. Давайте зачитаем, что заявлено. Гелиотроп и Бергамот. Сердце Амаретта. Цветок вишни иланг-иланг и роза. Кстати, очень часто роза присутствует в ароматах от Амуаж. Ваниль, Бабытонка, Бабытонка, Замша и Амбра. И, кстати, Замша здесь меня не душит, как кожа, не выдаёт никаких неприятных нот. Я хочу отметить, наверное, Блоссом Лав и Лав Мимоза. Это вот одни из моих любимых ароматов. Ну и теперь ещё из Шоя. Новинка. Да. Ну, пока что на этом всё, наверное. Есть ещё несколько ароматов, которые, возможно, мне понравятся. Я их не тестировала. Вот этот аромат, конечно, да. Следующий Крисмас Рок. Давайте же его протестируем. Такой яркий-яркий флакон. Специевый, по-моему, аромат. Фу. Фу. Я не знаю, что это. Это ужас. Это одеколон. Это одеколон на травах. Это резко. Это конкретный унисекс. Про женственность и женский аромат говорить вообще нечего. И про мужской аромат, как привлекательного мужчину, здесь тоже вообще ни слова лично для меня. Фу. Ой, начинает раскрываться ещё, знаете, каким-то, я не знаю, там, кардамоном, вот чем-то таким. Ох, мамочки. Корица, роза и перец в старте. Мёд и роза в сердце. Дуб. Алтайский кедр и ветивер. Кедр. Кедр, дуб. Дуб, алтайский кедр и ветивер. Вот так возможно, да. Но, ой, я не знаю, травно, ну, не то чтобы микстурно, вот как-то, знаете, неприятно, резко, громко, отталкивающе. Вообще не моё. Фу, 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 фу. Я не знаю. Кому-то нравится. Наверняка. Но нет. Диа. Знаменитый аромат. Я его не тестировала. По моему мнению, по впечатлению от блогеров, это такой аромат старой школы, взрослой-взрослой женщины. Наносим. Сейчас такая раз, а мне нравится. Ну, он не настолько ужасен, я вам скажу. По сравнению с предыдущим, так точно. Это цветочно. Цветы не громкие. Есть аромат кремовости, уход какой-то. Знаете, вот такое вот косметическое что-то. Уходовые средства. Так, цветы начинают набирать обороты. Конечно, всё, они пошли, пошли, пошли. Но кремовость, вот эта она, вот эта вот мягкость, она где-то остаётся, но цветы ярче. Теперь звучат ярче. Это цветочный аромат. Ну, и вот с какой-то нежностью, мягкостью крема. Ой, какая огромная просто пирамида. Альдегиды, цикламен, лист фиалки, шалфей, бергамот, тархун и инжир. Между прочим, очень интересная пирамида. Сердце пион, турецкая роза, корень ириса, цветок апельсина, цвет персика. А что же даёт вот эту мягкость? И завершает белый мускус, гелиотроп, сандал, ладан, кедр, ваниль и гвояк. Ну, понятно, гелиотроп, да, есть. Сейчас начинает раскрываться. Я вообще думала, что этот аромат будет более пудровый. А он пудрово-кремовый. Это не был бы аромат моим любимчикам. Но кто такое любит направление, он приятен. Он не настолько насыщенно напорист, как предыдущий. В нём лично мне было бы наиболее комфортно, чем в предыдущем. Но всё равно это не мой аромат, как ни крути. Я об этом аромабоксе по-быстрому, видимо, да, расскажу. Но потому что нет у меня такого восхищения. Дальше, фигмент. Вот этот аромат, возможно, мне понравится. Думаю. А, возможно, и нет. А такая пирамидка, знаете, ну, 50 на 50. Но интересно. Но про необычайность пирамид, конечно же, нужно сказать. Мало где такое встретишь. Хочу сказать, что, ну, это, конечно, стойкая шлейфово. Подождите. Да. Абсолютно да. Аромат. Ну, такая, знаете, можно сказать, аромат чистоты. Такая особенная какая-то чистота. Слегка мягкий тоже. Звучит, как будто бы, не громко. Но я не уверена, что это на самом деле не громко. Я думаю, что довольно громко. Какие-то, опять же, знаете, деревяшки, лист бумаги, что-то такое. Но и в этом есть, да, вот такая некая чистота. И в этой мягкости тоже что-то есть такое чистое и нежное. На руке он у меня больше раскрывается как-то так, на бумаге более мягче. Итак, аромат неплох, но все равно этот аромат не про меня, он не для меня. И, кстати, сейчас я выходила из комнаты и, вернувшись, здесь же много уже ароматов, да, которые я распылила. И здесь я почувствовала Дия, кстати, вот эту мягкость. И Блоссом Лав, вот такой, знаете, добавочка такая вот вкусной-вкусной вишенки. В общем, здесь такой шлейф стоит красивый. Фигмент неплохой аромат. Все-таки можно сказать, что он такой про чистоту, но если бы я выбирала, что купить, все-таки его бы я не выбрала к покупке. Но как такой носибельный аромат вполне неплох, могу отметить. Дальше Бич Хат. Аромат Бич Хат. Осталось два аромата буквально. Давайте тестировать Бич Хат. Он такой оранжевый, солнечный, по всей видимости. И вот везде эти... Вот эти вот зелень, травность, деревяшки, вот эти вот. Мне кажется, даже амуаж можно узнать по вот этим нотам. Такое что-то общее в них есть. Ну, нет. Здесь я прям блоты расшвырял. Нет. Бич Хат. Минеральные ноты. Бергамот. Сердце. Высушенная древесина. Плавник. И иланг-иланг. Завершает пачули и кашмиран. Минеральные ноты, я не знаю. Высушенная древесина 100%. Бергамот 100%. Ну, очень деревяшистый парфюм на самом деле. Несладкий, грубоватый, неженственный. Вот всё, вот всё туда. Я не знаю, что со мной. Но это вообще не про меня аромат. Love Mimosa. Я его выгуливала. Я в нём, по-моему, даже на работу ходила. Вот этот аромат мне понравился. И я его, чтобы вы понимали... А я не использовала его ранее. А мы, видимо, меньше налили. Представляете? Я не знаю, почему так. Вот как-то так. Ну, ладно. Значит, Love Mimosa. Этот аромат мне понравился. В принципе, я люблю, как оказывается, мимозу. Я люблю мимозу с перчиком, с белыми цветами. Это тоже белоцветочный аромат, мимозный аромат. Этот аромат имеет тоже такую... Всё-таки женственность в нём присутствует, мягкость, округлость в нём присутствует. То, что я люблю. Но всё-таки я не могу его назвать сладким. Слегка-слегка припудренный аромат. Каскалон. Лист фиалки, корень ириса. Дальше мимоза, груша и нотка парадизом. Ну, в общем, что-то такое. А завершает гелиотроп амброксан и иланг-иланг. И вот здесь, видимо, та самая груша. Она лёгкий, почти неуловимый оттенок фруктовости даёт, что всё-таки уже как-то более женственно, уже как-то поприятнее, уже вот всё моё. Из этого аромабокса я бы себе оставила первый аромат-новинку. Конечно же, кто там? Love Blossom Love и Love Mimosa. Всё-таки на этом всё. То есть, как бы из восьми ароматов три мне нравится. Про те, которые ещё я тестировала Honor, Honor. Для меня он как-то вот 50 на 50. Он приятен, хороший. Но по отзывам, когда я слушала на него отзывы, я думала, это что-то просто потрясающее. Но именно такого впечатления у меня не было. Это обычный, нормальный, хороший, бело-цветочный аромат. И, в принципе, всё. Всё из того, что вот я попробовала. Конечно, не все ароматы, но как-то так. Ещё мне очень интересно попробовать аромат Ciel. и Reflection, кстати, и с папоротником. Тоже оранжевый флакон. Breaking, по-моему, да? Вот эти ароматы мне ещё хочется попробовать. Возможно, они мне тоже понравятся. Ну, а в общем, если смотреть, то больше 50% из того, что протестировала я сегодня, на сегодняшний момент, мне не нравится от ароматов Amoage. Поэтому я очень рада, что я заказала этот аромабокс, потому что я не стала ни какие-то отливанты покупать, ни какие-то аналоги, в общем, ничего-ничего. И это неплохое вложение денег, потому что, в принципе, я даже могу перепродать, я могу подарить этот аромабокс, я могу его разыграть. Вот, поэтому я советую вам приобретать аромабоксы. У меня в основном после приобретения аромабоксов появляется одна или две хотелочки, потом которые я уже воплощаю в полноценные флакончики. Ну, а здесь Love Mimosa, не Love Mimosa, а розовый, Blossom Love, я бы прям купила, но ценник, да. Ну, у меня есть еще один аромабокс, в котором есть этот малыш, полтора миллилитра с этой стойкостью, буду себя баловать по каким-то особым дням и праздникам. Ну, а этот аромабокс все-таки уйдет из моей коллекции. Ну, а я, как всегда, все ссылочки внизу в описании под видеороликом оставляю. Еще раз напоминаю про скидку 10 Есютина, скидка 10%, суммируется со всеми скидками, акциями на сайте, только лишь при покупке от 2,5 тысяч рублей и действует до конца этого года. Всем пока-пока, пишите свое мнение, как вы относитесь к парфюмерии Amoage. Не слишком ли она распиарена? Пока!